Всем привет! Вот я привезла своих крошечек маме, она с ними посидит пару-тройку часов, а я успею по своим делам съездить, попозже вернусь, расскажу, какие у меня планы, наверное, возьму вас с собой. Сейчас у родителей, и Яна соблазняет меня, чтобы я съела эту двухслойную панакотту, вот она приготовила. А что это в серединке такое, Яна? Это шоколад. В общем, мы решили, что Яна приготовит эту панакотту в одном из моих кулинарных видео ближайших, я надеюсь. Очень красиво, вкусно? Да, свое не хвалит, но да, очень вкусно. Ну, давай, может, ложечку съем? Вот Яна любительница готовить, у нее тут еще и лазанья, полным ходом, да, готовится. Тальянский день. Да, тальянский день, панакотта и лазанья. Так, я попробую панакотту. Моим родителям, Яне, подарки будет покупать мой муж. Я думаю, он это сделает в интернет-магазине, поэтому там как бы нечего показывать. А если я буду выбираться за подарочками, например, как сегодня, я буду снимать что-нибудь для вас, да. Сейчас сделаю потише. Припарковалась тут удачно. Ой-ой-ой, кто-то сейчас хочет меня задеть. Эй-хей-хей. Не буду сигналить, вроде все нормально. Кто-то задом задает и, видимо, меня не видит. Да. Но в последний момент меня увидели. Хотя не знаю, как можно меня не увидеть, но всякое бывает. Итак, я подъехала к Владимирскому пассажу. Это такой торговый комплекс. Я хочу купить там нескольким своим подружкам кольца. И, наверное, вы спросите, как я собираюсь купить кольца, если у всех разные размеры. Что я знаю, размеры, что ли. Кольца, к тому же, надо мерить. Но я следую в Инстаграме за Art of Glow. Я уже неоднократно у них что-то приобретала. Вы помните, корону маме, кольцо корону маме дарила. И я увидела у них фотографию колец на фаланге. И что мне понравилось, то, что, как я поняла, эти кольца как бы с регулирующимся размером. Так, что-то ко мне хотят подойти. Подождите, сейчас. Что-то молодой человек из этой машины, которая прижалась ко мне, что-то встал и смотрит на меня. Заглядывает в окно. Сейчас я. А, он, видимо, подумал, что я сейчас планирую отъезжать и хотела занять мое место. Тут, знаете, целая борьба за парковку. Но я еще здесь буду стоять. Итак, я хочу, в общем, купить все кольца. Узнаю там, надеюсь, размер регулируется. Сейчас вам фотку покажу просто, почему я подумала, что там размер регулируется в Инстаграме. Сейчас, секунду, переверну камеру. Так, 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 сейчас, секундочку. Так, это не то. Вот, увидела вот эту именно фотографию. И тут рядышком, видите, эти колечки. И показано, что вот вроде как регулирующийся размер. То есть они на фаланге. Можно чуть выше, чуть ниже. В общем, посмотрю, расскажу, удастся мне купить или нет. По-моему, очень классная идея. Что-то такое модненькое, честно говоря, я бы и себе такие взяла. Мне очень понравилось, что эти колечки такие сдержанные, лаконичные, стильные. То есть в моем вкусе. А потом я планирую с подружкой пообедать. Тут прям рядом в ресторанчике счастья. Он через дорогу от Владимирского пассажа. Кстати, слушайте, сейчас прикол вам расскажу. Мне уже тоже, знаете, надо такую рубрику открывать. Странные комментарии подписчиков. Представляете, написали мне тут. Откуда у Вики столько подруг? Ну, представляете? Вообще-то я человек общительный. Неудивительно, что у меня много подруг. Но если у вас одна подруга, это абсолютно нормально. Ничего там страшного нет. Это даже в какой-то степени правильно. Поэтому все люди разные. Что-то тут удивляться, что-то задавать такие странные вопросы. Ну, в общем, странных вопросов полно. Так, посмотрите, вот какие красивые колечки. Они оказались еще лучше, чем на фотографии. Я по мере вам покажу. В желтом золоте, к сожалению, пока только есть. Но вообще, если бы я заранее, как всегда, позвонила, то могла бы еще и камни какие-то вставить. Камешек, например, мне вот сейчас объяснили. Да, можете бриллиант вставить. Будут гармонично смотреться. Там будет диаметр 1 на 1 миллиметр. Ну, видите, у меня, как всегда, времени на это нет. Так что возьму сейчас, что есть. И, кстати, очень удобно, что в любом случае, какой бы я размер ни взяла, подойдут эти колечки. Потому что можно выше, ниже, на разные пальцы. Сейчас я примерю и покажу вам. Вот как симпатично получилось. Мне, честно говоря, очень нравится. Очень-очень. Да. Классно. Такой маникюр у меня еще предновогодний. Вообще, прям сразу обращаешь внимание на руку, когда тут такие колечки. Ну да, спасибо большое. Сидим с подружкой в счастье. Тут так уютно. И она всегда такая модница. Пришла с какими-то татуировками. Будет сейчас себе делать татуировку. Переводить, наклеивать, не знаю, как называется это. Сейчас мы попросили ножницы у Аксианта. Аль, покажи фотку, пример, который ты будешь делать. Я тебе сняла. Так, сейчас покажу вот так. Ну, это такой более, наверное, летний вариант. Она загорелась позже. Будет, ну, совершенно симпатично смотреться. Ой, сегодня такой день. У меня, конечно, всякие такие штучки. Кольца, эти татуировки. Ой, ну, очень круто, конечно. Ну да, это альтернативный вариант татуировки, да. Интересно, долго продержится? Тут, кстати, большой выбор. Классно. Аля молодец, всякие прикольные идеи всегда. Они прям подходят очень к делу, ответственно. Да, написали пожелания даже. Именно. Сейчас что-нибудь выберем, может, потом покажем, что получилось. И сейчас выберу какой-нибудь себе салат с курицей. Смотрю, тут такие татуировки. Вот эту Аля сказала, летом хорошо будет на спину. Загорелую кожу. Вдоль позвоночника. Да, вдоль позвоночника. Вообще, представляете, это типа браслетики, можно на ногу. В общем, Аля мне сказала, тоже что-нибудь надо выбрать, сделать. Не знаю. Сейчас наклеим что-нибудь. В общем, детский сад. Я наклеиваю браслет. Вот так, да? Да. Или вот сюда? Да, лучше. Сюда, да? Ну, перед косточкой, чтобы... Да, чтобы косточка. Ой, надо было немножко по-другому, конечно. Хотя нет, ну вот, ну все правильно, да? Ага. А, можно еще... Что-то, наверное, как-то странно сделала. А, или он там отсюда. Не липнет, да? Да, он не липнет. Дожди, короче. А, нет, прилип, прилип. А, прилип? Ага. Ну, я просто здесь вместо стыка такая странная выбрала. Ну, в общем, я тру сейчас, да? А, нужно, да, его пригладить хорошенько. Как мы сейчас прочитали в инструкции. Там написано даже тканью, да? Там написано тканью пригладить. Да, ну, какой-то тряпочек. Да, у нас салфетки тут есть. Ну что, отклеивать? Ну, надо же сильнее, да. Чтобы она прям... Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Мы решили намочить. Оказывается, да, нужно намочить водой еще. Ой, смотри, вон же я уже перемелась. Все, да, снимаем? Ну, в общем, да. Давай, Олег, на момент истины настал. Оно-то резко? Ой, ну, нет, чуть-чуть. Опа! Вот, показывай. Вот так. Да, симпатично, да? Выглядит прям издалека, как будто что-то шикарное, там, настоящее. Да, на самом деле очень симпатично, да? Да. Давайте еще что-нибудь сделаем. Между делом, кушаем. У Али щучьи котлетки. Да. У меня что-то много всего намешано. Что это? Сладко интересное. Говядина, овощи, брокколи, то что-то такое. Яйцо пашот. Да, телятина, да. Теперь мы не можем остановиться с Али. Опа! Смотрим. Как, нормально? Да, да, да. Интересно стало? Да. Как будто такая там. Как будто висюшка такая, да? Угу. В таком стиле немножко какой-то, восточном. Да, вот это восточный стиль. Да, ну, издалека очень красиво смотрится. Да, вот еще покажи. Так, ну все, с меня хватит. Все, будем кушать вовсю? Да. Вот, что сделала Аля. Такая красота у нее получилась. И колечки как раз похожи на Art of Glow, но это наклеечки. То есть это сейчас очень актуально. Здорово. А сюда пошли бы эти колечки, кстати. Даже настоящие. Очень хорошо. Мне нравится. Переливается, блестит. Да, переливается, блестит, но мы еще не знаем, как долго это будет держаться. Угу. Я сидела немножко с подружкой, отреклась. И сейчас забираю девчонок и домой покажу еще что-нибудь дома, как мы вечер проводим, может быть. Ну, что-нибудь сниму. Мирося, куда ты идешь? Там Златочку в автокресле надо маме доставать. Как и обещала, поснимать вам дома. Вот снимаю. Хотела показать новый гаджет, который я купила для Златы. Это такой вот мобиль. Мне понравилось, что тут много мелодий. Он играет 40 минут. И тут даже есть вариант без подсветки. То есть такой вот и вариант с подсветкой. И вот еще купила Злате такую подушечку для купания. Круг на шею. Очень здорово. Ей тоже нравится. И как-то она дольше купается. Соответственно, устает и лучше спит. Так что всем советую мамочкам. Там какие-то шарики еще. Здорово. Иди сюда. Тут пришла коробочка снова для тебя. Снова мама порадует тебя. Так. Коробочка с игрушками. Так называется. Не уверена. Вителла Шоп. Ну, я посмотрю и потом под видео напишу. Либо сейчас внизу ссылочку оставлю. Если кому интересно, потом посмотрите. Посмотри, Миросик, как красиво запаковано. Ты ж любишь такие штучки. Ну, иди. Ставится тебе. Здорово, да? Чтобы ничего не повредилось. Итак, начнем с книжечки. Мастерская игрушек для детей. Ничего себе, Миросик, как здорово. Посмотри, новогодняя тематика тут. Ой, наверное, тут летишек постарше. Так что нам пригодится в будущем. Да, да. Ой, какая тут игра. Миросик, смотри, тут шарики. Посмотри, шарики. Котик, собачка. Да, лошадка. Коровка. Потом не расскажешь, кто там. Так. О, посмотрите, неожиданно. Тут колготочки или гольфики. Наверное, колготочки. Так, Миросик, что там еще? Миросик, посмотри. Хочешь сама достать? Нет. Нет или да? Ой, что там? Такой радуга. Доставай, доставай. Тянись, тянись, тянись. А, нет, Миросик заинтересовалась тут брошюркой. Ой, Мирос, смотри, лесенка. Тут человечек по лесенке. Знаешь, так ходит? Мы сейчас с тобой распечатаем, все посмотрим. Ну, тебе нравится, Миросичка? Да. Вот мы тут немножко ударились и помазали фукорцином. Не ударились, а поцарапались. Об игрушку, висящую на кроватке. Бывает такое у малышей. Так. Миросик, почему ты не достал зайчик с радугой? Тут тоже какая-то развивающая игра. Да. Зайчик, да, тут у нас? Будешь ты играть? Сейчас все это распечатывать надо. И тут еще тоже какие-то, видимо, игры. Каблица даже какая-то. Что это такое? Как интересно. Смотри, Мирос, Дед Мороз. Скоро Новый год, а это Дед Мороз. Ну что, тебе понравилась коробочка, да, Мирос? Мне понравилась. Ой, все, все. Пошло уже в работу. Вот что Миросе больше всего понравилось. Упаковочный этот материал. И что ты хочешь сделать, Мирос? Завязать себе? А, обратно складываешь. Ой, какая молодец. Обратно. Ну, конечно, коробка и материал упаковочный. Самое интересное, да, Миросе? Ну, пойдем играть уже. Пойдем играть, Миросе. Распечатывать и играть все. Миросе уже изучает тут. Распечатывает подарочки. Вот, я посмотрела, как называется фирма. Котенок. Котенок.ру А то я вас дезинформировала, по-моему. Мирос, давай распечатать. Надо пленку снимать. Вот у нас стоит тут. Моцарт. Вот, Мирос, приглянулась эта игрушка. Она с коровой до сих пор, кстати, еще жива. Итак, всем доброе утро. Сейчас собираюсь конный спортивный клуб. И хотела показать вам, как я буквально за, не знаю, полминуты делаю очередную свою укладку. Вот вы часто меня в инстаграме спрашиваете, как я сделала эти локоны, как те. Вот так, показываю. Я просто вымыла волосы, высушила их естественным способом. А потом вот так вот закрутила-закрутила. Прядь сделала жгутиком. И вот так вот ее подкрутила. И крабиками двумя заколола. И получилась такая прическа, как у рыбки из какого-то мультика. Яна, с какого? Черный плащ. Из черного плаща я вставлю фотографию. И потом я просто снимаю эти крабики. Сейчас показываю. О, тут даже три у меня крабика. Так. Ну, вообще, лучше, конечно, подольше поносить. И потом расчесываю волосы. Что-нибудь есть, Яна? Есть, волна есть. Волна и пышность какая-то, да? И объемы волны есть. Ну, тогда объем появляется, такие легкие волны. Естественные. Да-да-да. И никаких укладочных средств, ничего. То есть, что-то такое приличное, аккуратненькое. И создает такой вид немножко более ухоженный, чем если бы я просто высушила волосы. Естественным способом. Так, мы едем в фоноспортивный клуб. Все. Возьму вас с собой. Сейчас приедем. Я надену шлем. И все. И на занятия. Я уже в форме. Гуртка специальная. Бриджи специальные. Все уже готово. Чтобы не тратить время. Что Мироси со Златой ждут. Все. Заезжаем. Набираем угощение для Эриха. Карманы. Сейчас я вам тебя покажу. Будешь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даме. И я Мироси купила тоже подобное. Вот. Такие. Тут антискользяшки в виде подарочков. Мироси, ты будешь носить такие? Так. Ой, она уже... Мироси, иди сюда. Что у меня с голосом? Мироси схватила крышку от коробки и убежала. А вот подарочек для Мироси от моей подруги Таисии. Вы видели. Она уже дарила пинетки и для Златы, и для Мироси. И сейчас Мироси она уже подарила не пинетки, а уже полноценные такие уги. И вот такой дизайн Таисии. Вот тут, я не знаю, норка, наверное, это, да, и стразы Сваровски. Очень красиво. Мы уже Мироси примерили. И они подошли. Правда, немножечко великоваты еще, но главное, что не малы. И вот будем носить, я думаю, это зима. Вообще, посмотрите, какая красота. Смотрится невероятно стильно. Покажу вам обязательно фотографии на Мироси. В инстаграме, наверное, будут фотографии такие стильные. Так, еще, кстати, что-то подарили Мироси. Что же такое? Как мы вчера с друзьями встречались и тоже подарили такой развивающий кубик для Мироси. Тут буква М. Ежик тут. Все, то есть, видите, какие-то на тесемочках, на веревочках. Тут дверцы открываются. Разные фигурки. Тут даже сова, совенок, пуговички. В общем, для маленького ребенка. В самый раз. Такое даже понравилось бы Миросе, когда она была бы помладше. И для Златочки тут, кстати, подарочек. Привет, Мироси. Сразу прибежала, да? А вот для Злата подарочек такая куколка. Я вообще даже не представляю, это девочка делает сама. Я не знаю, что это за девочка, потому что не могу на нее ссылку оставить, потому что это подруга моя покупала у нее. Вот, ну, по крайней мере, то, что это она сама делает, сама шьет, я вообще не представляю, как это можно самой сделать такую красоту. Да, Мироси, тебе нравится? Это для Злата. А вот это для тебя кубик М. Видишь, буква М? Мироси. Ты будешь играть? Так что вот такие вот штучки интересненькие. А сейчас мы пойдем наряжать елочку. Ты пойдешь наряжать елочку? Скажи. Да. Пойдем наряжать елку. Мы взяли радионяни, сейчас поставим ее Златочки, а сами с Мироси пойдем на улицу украшать елку. Мы уже пользуемся такой радионяни очень удобно, если, например, выходишь из дома, и ребенок там заплакал, начал как-то активничать, чтобы вернуться и, в общем, утешить его. Миросочка, смотри, где шарик. Будешь украшать елочку? Давай. Давай украшать елочку. Как Мироси украшать елочку? Мироси, как, вот, смотри, надо вешать. Раз на веточку повесили. Давай, сама вот так. Два на веточку повесили. О, смотри. Что, напыкаете повесить? Вот мы украсили елку, игрушек не хватило. Достаточно так, сдержанно все смотрится, и хватило только на эту одну маленькую елочку. Надо будет заехать в магазин и докупить. И посмотрите, что у нас зеленая трава какая. Вот, снежок и трава. Сейчас буду с вами прощаться, но напоследок насмешу вас, чтобы у вас осталась улыбка после просмотра этого влога. Миросе подарили вот такой вот наборчик с конфетами. Обычно нам раньше в школе на елках такие дарили. И тут есть конфетки. И я периодически их подъедаю. Миросе мы пока сладкое не даем. Вообще никакое сладкое. Только разве что детское печенье, но оно не очень сладкое. И посмотрите, какое тут изобилие конфет. На самом деле я уже кое-что скушала. И я бывает раз в пару дней подойду какую-нибудь конфеточку выберу отсюда и с чайком ее скушаю. Чтобы выбрать такое. Выберу кокосовую конфетку. Вот как-то так. Любительница я сладкого, но, конечно, много себе не позволяю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok